В 2011 году одна наша поэтесса Мария Мартысеевич сказала о том, что люди, которые торгуют в Беларуси книжками на белорусском языке, очень похоже себя ведут, как обычно ведут себя драгдилеры. Что мы точно так, мы составляем такое же подполье и работаем с мовой, с языком, с литературой на этом языке, как если бы мы продавали отнюдь не литературу. Вот как бы это было основным импульсом, из которого постепенно, обрастая подробностями и усложняясь, возникла идея такого подполья литературного, которое живет в монолитном русско-китайском мире. Да, в этом была сложность в том, чтобы соблюсти определенную интеллектуальную глубину, при всем при том, что там очень много жанровых событий. Вторая сложность заключалась в том, что там очень детально, очень просто детально воспроизведен мир китайских триад, действующих в эмиграции. И для меня, опять же, показалось очень важным заглянуть в этот мир триад по-честному. И я использовал опыт жизни, две недели я прожил в Чайна-тауне в Куалумпуре, и я подружился там с рядовыми бойцами триад, которые контролировали тот отель, в котором я жил. И мы с ними постоянно пили чай, и они мне рассказывали подробно про устройство, структурное устройство триад. И, например, то, что любой боец в триаде имеет числовое значение, и 261 — это солдат, а руководитель отряда всегда имеет статус мастера церемоний, это все как бы правда. Это та правда, которую нельзя найти в Гугле, это все вот правда практики преступного мира, Чайна-таунов всего мира. Вот тут мне было интересно выстроить все так, чтобы это было похоже на правду. Есть определенные периодичные. Всякий раз, когда у нас начинаются уличные протесты, людей начинают брать на улице за язык, за употребление языка или за символику на майках. И новый ренессанс внимания к Роману Мова всякий раз связывается с этим. Сейчас у нас предреволюционная ситуация в Беларуси, у нас очень большое количество митингов, у нас очень активно уличные события. И все вспомнили о романе Мова, который внутри страны самый читаемый мой роман. Это самый успешный роман из всех, что я написал, может быть, ввиду того, что он наиболее сюжетный. Так вот, о романе Мова массово начали говорить, когда закрыли только что магазин «Символ Бай», который торговал белорусской литературой. И арестовали всех людей, которые стояли в очереди, чтобы в последний день перед закрытием купить там что-то. И это белорусскоязычный символ, такой был символ центра белорусского мира. И в один из моментов они даже подогнали трактор, поливательную машину, которая всю очередь, которую не успели арестовать, которая выстроилась сразу после арестов, начал поливать водой. И там, конечно, у меня взорвался Инстаграм фотографиями обложки Мовы и словами о том, что, да, мир Мовы наступает. Так что, мне кажется, некие константные вещи, например, отношение к малым языкам, они навсегда. Кто бы ни пришел к власти, какой бы демократ в Белоруссии ни пришел к власти, всегда вот это отношение к Мове как к подполью будет сохраняться. Это касается, наверное, Ирландии, и это касается отношений свободы в России, например. Это константа, так будет всегда. Как только происходит обострение на улице, язык становится маркером политического участия. Так что, да, все по-прежнему здесь.